Привет, непрофессионалы и дилетанты. Меня зовут Александр Бубнов и сегодня мы начнем играть в Ultimate Team. Я не знаю, если вам понравится, то мы и продолжим это дело, да? Но сейчас, видите, какую команду я создал. Основную иголоку меняет на Вальбуэна, потому что классный плеймейкер настоящий, который будет снабжать, понимаешь, мечом вот этих всех ребят. Вот. И, знаешь, я скептически отношусь к этому режиму, потому что, знаешь, режим для школьников. Ну да вы мне объясните, ну шо это за режим такой, где у каждого в команде есть эти, одни и те же игроки, блин. Ну всех там в командах Месси, да лавнал. Это, знаешь как, это неинтересно. Надо, чтобы у каждого в команде были разные игроки. По крайней мере, тогда бы стало интереснее. И плюс ко всему, своего виртуального футболиста бы, на вкусу, да, создавать, который у нас есть в режиме FIFA, да. И он бы развивался, и потом его можно было бы использовать в Ultimate Team. И вот это бы добавляло индивидуальности, понимаешь. И вот тогда бы у всех были команды интересные. А то, понимаешь, все наберутся профессиональных игроков, да, играть не умеют. Мне пришлось собирать французов, да, я сейчас, я сейчас, знаешь, что, коплю на Пагба. Похоже, не скоро накоплю, да, но с пенсии спартаковского ветерана, да, не точно не скоро накоплю. Но Мвила у меня пока здесь срывает, и, в принципе, я не могу сказать, что я им недоволен. В воротах у меня в Уфье основной враталь, да, инкарнация Фабиена Балтеза. Ну, сегодня Манданда срывает, потому что, ну, если Геннадий Сергеевич комментировать не будет, то все будет хорошо. Вот, такой состав, и давайте уже с кем-нибудь срываем. Я надеюсь, что школьники еще не спят, блин, чтобы, чтобы, так сказать, чтобы, так сказать, наоборот, развлечь, посмотреть, все, как мы сможем. Я, игрок в Ultimate Team, неопытный, потому что здесь не отражается реальная суть футбола, понимаешь? Все носятся, как угорелые, блин. Защита только тактическая стоит, блин. Которая, да я реально все ноги там переломаю скоро, чем кнопки у себя на геймпаде. Потому что это, это нереально просто хорошо защищаться с тактической защиты. Ну что, школьники, все еще спят, что ли, блин? Давай соперника мне хорошего. Да хоть какого-нибудь давай соперника. У меня сначала была расстановка с двумя нападающими, но здесь, знаешь как, не прокатило. Потому что один человек в опознанной зоне, это вообще ни одного соперника не найдет. Да вы что творите? Сейчас я буду искать, пока не найду, блин, емкий пал. Ну хоть кто-то не испугался, понимаешь, с эмблемой Манчестер Юнайтед. И, видимо, состав Манчестер Юнайтедовский. Бор Юнайтед. Ну посмотрим, какой ты там Юнайтед. Знаешь, у него тренер, не пойми кто, блин. У меня вот там Арсен Венгер. Ну тоже, знаешь, французиков. Он насобирал себе в команду. Матюи Ди он есть, я вижу, да. И нападение Рэми, и Бьябьянни. Слушай, ну англо-французская команда. Ну, знаешь, не таких обламывали. Потому что у меня вальбуена, и подожди, ну и лагает у этого человека. Просто конкретно лагает. А в такой ситуации единственное, что я могу делать, это катать яйца. Потому что это самый выродный способ сыграть на ничью. Ну потому что невозможно играть с такими лагами. Это как этот человек вообще еще жив. На сырье вот у меня смельчат. На сырье на поле. Ну, видал, как убрал его просто? Спокойно убрал. И сейчас в чисто английском стиле мы ему устроим темную, понимаешь? О, Мвелат. Ну куда ты, Мвелат? Что ты творишь? Это фолд был. Конечно! Конечно, нарушение правил. Так дела не делают. Не, мне определенно, что мне нравится в этом режиме. Тормоза у многих игроков настолько катастрофические, что играть невозможно, как вот этот тип у нас решил. У меня даже на штрафных тормозить такого не было. Пробеска. Вальбуэна, заряжай! Ну нормально, неплохо зарядил так же. Но у них все-таки две ворота. Это вратарь высокого класса. Уилшел. Уилшел хорустальный. Это, знаешь, не такой профессионал, что прямо за голову можно было бы схватиться. Тут нужны тонкие передачи от Вальбуэна. Его надо выводить на опасные позиции. И там уже матье он зарешает. Это не сомневайтесь. Подача, смотри какая! Смотри! Да ты подожди! Ну... Не дает мне нормально пасовать. Но это правильно. Это прессинг. Мы тоже прессинг умеем делать. Так что вы не думайте, что все так просто будет со спартаковскими тринерами. Я Пробеска... Он Пробеска в этом не играл в футбол. Он только за счет тормозов, за счет того, что у Александра Викторовича лагает. Только за счет этого играет. К нему тоже, может быть, лагает, да? Но... Да не было, в смысле. Он сам на мою ногу упал. Манданда! Ну что ты творишь, Манданда? Куда ты отбиваешь? Этого Мандандуга Бесков уже выгнал. Так. Вносим. Через защитников играть здесь опасно, потому что все этого ждут. А мы вот так вот будем раз. И чтобы немножко эти лаги успокоить, покатаем яйца. Потому что катание яиц, оно выводит соперника из себя. Это тоже надо понимать. Потому что многие школьники, они очень нетерпеливые. Они все заставки пропускают. И, знаешь, у них просто не хватает духу выдерживать, когда кто-то яйца катает. Пламенник. А кто им-то яйца позволит катать? Чтобы яйца катать, это надо быть тоже профессионалом. Чтобы профессионально катать, а не просто так. Видал, подача какая еще раз пошла. Вальбуэна у меня головой, знаешь, готовку пробить. Это только у профессионалов так. А дилетанты, они, знаешь, они не знают, что Вальбуэна прекрасно головой может замыкать. Это все двоечники только такие. Вальбуэ... Рэми, смотри, Бья-Бьяни. Вот это очень быстрый игрок. У меня клиши его не догоняет. Поэтому очень опасный футболист. Но у нас Манданда ворота. А он все-таки... У меня тоже Бья-Бьяни есть. Вот то, о чем я говорил. То, что одни и те же игроки в команде. Это неправильно. Это неправильно. Должны быть разные. Я понимаю, что кто-то скажет, что не хватит малых игроков. Ну, как-то можно. Как-то можно лимитировать. Может быть, сделать разные каточки. Допустим, Месси времен Барселоны. И Месси времен только начала карьеры. Как-нибудь так. Или там Роналдинио в Милане. Роналдинио в Барселоне. Чтобы было интересно. Сделать лавных игроков легенд. Понимаешь, легенд. Манданда, хорошо. Наша Манданда неприступная. Там кто попал, блин, не для тебя моя Манданда стоит. Матью иди. Хорошо. Пас. Ну, куда ты убежал, Лакасет? Двоечник. Он вообще меча ни разу не коснулся за матч. Это не Лакасет, это Кижаков переодет. Замаскировался. Решил мне жизнь испортить. Главное со своим Кингисеппом. Так он еще и здесь проник. Внедрился. Понимаешь, вот Лакасет пошел. Обыграет. Нет это дерево. Не обыграл. Но тоже так неплохо прошел. Вальбуэна! Ну это... Это просто невезение. Фаталь. Здесь так вывел Лакасет Вальбуэну, что надо было... Ну, Вальбуэне сложный технический проем исполнял. Это надо понимать тоже. А то, знаешь, многие думают, а что там не забить? Блин, елки-палки. Это только школьники. Это только школьники. Они же в футбол только во дворе играли. И то там они не понимают правила игры до конца. Знают, что надо голы забивать. И все. Больше ничего не зря. У меня вот Бьябьяни тоже есть. И он быстрый очень игрок. Очень быстрый. Только он, знаешь, скоростью своей грамотно не всегда пользуется. Но вот сейчас грамотно очень мы выводим Бьябьяни. Тут он... Шоу. Какой шоу? Господи, против Бьябьяни шоу это никто. Ароми. Ну, тут опасный Ароми. У меня тоже есть он. Но в запасе. Я его на этот матч не выпустил. Специально, как знал, что у них тоже будет Ароми. Чтобы интереснее было. А то и так там уже полсостава французов совпадает. Вальбуэна. Хорошо. Локосет. Надо выводить. Вот так вот. Ну, куда ты выдаешь эту передачу? Там же соперник уже играет. Да, и лаги все сильнее и сильнее. Посмотри. У меня так, знаешь, даже после поражения от киевского Динамо так не лагало. Видишь, и эти лаги, они явно ему на пользу. Он там всегда с лагами играет. А я привык, что он ничего у меня не лагает. Ну, смотри. Как он прошел-то? Ну, не может этого быть. Ты понимаешь? Ну, это просто... Просто катастрофа. Не может быть. Мы всегда на коротке играем. Обратите внимание, как Барселона. На сры. Он не очень быстрый, но зато технически. Технически хорошо оснащенный игрок. Видишь, как он убрал все. Да, и здесь надо ему убирать. Убирает. Молодец. Ну, вот лаги, похоже, и у него. Я сегодня не только против соперника своего играю, да, но и против кучи лаг. Непонятно. Лакасет, что ты творишь? Надо было спокойнее играть. Меня здесь мать веди обводят. Никому даже дела нет до этого. Где он вела? Он должен отвечать. Ну, что это за провалы в обороне? Нельзя так проваливаться. Еще по мячу не попадает. Что ты на его душишь? Вратаря, блин. Сами привозим себе моменты. Что эти лаги непонятные? Ну, ты отнимай у него мяч, елки-палки. Бескови вас на всех повыгоняли, блин. Тактическая защита тоже мне придумали. Я бы этим мастерам из ИЕЙ бы, знаешь, ноги бы переломал всем. Потому что, ну, нельзя. Это невозможно отнять мяч. Это что за бред? Там ногу просто поставил, все, он мяч уже не может. А это для, извиняюсь, рядом плетется, как пенсионер. И не может ни ногу поставить, а подкат сделаешь, он мимо него делает. Вот смотри. Ну, шо это такое? Шо это? Это разработчиков надо всех на Колыму сослать. Или заставить в футбол играть. Чтоб они посмотрели, как люди мяч отбирают. Здесь, смотри, ну, е-е-е-бое. Вот. О! Да все, он уже должен был от боли корчиться. Дилетанты. А потому что люди в футболе не разбираются. В Канаде там, блин, у них вообще футбола нету. Они в хоккей играют. О! И еще, понимаешь, учить будут меня, как в футбол играть, как мне в защите играть. Я лучше знаю, как в защите играть. Я профессиональным футболистом был. И я до сих пор профессионал. О! А они меня, понимаешь, учить еще собрали. Что, мол, ты не так Александр Викторович делаешь. Ну что это? Как он отнимает мяч? Что, меня мяч будете учить отнимать еще, школьники? Я сам, кого хочешь, научу. Чему хочешь? Ну забивай ты уже, красавец! Вот, видал? Это вот по умойму. Разыграли атаку, как надо. Но здесь, смотри, он отнимает же мяч у меня. Почему я не могу этого сделать? Хороший удар, здесь Дехе уже не тащил. Мвела. Вот, между прочим, Мвела, да, я уже говорил, что он выручает. Довольно серьезно. Коренной француз сразу видно. В десятом поколении, наверное, в Париже живет. Смолинку не купил. Смолинка. Ха-ха. Того и гляди, красную получу. О, посмотри, как разыгрался-то, красавец. Да все, тебе в школу завтра надо собираться. Он в Ultimate Team играет. Небось уроки не выучил. И еще потом Александра Викторовича обвинит, что он у него, он его уроки не дал выучить. Не надо винить профессионалов своих неудач. Реми. Да, ты что? Ну, наконец-то мяч отнять получилось. Научились бы футбол играть ближе к середине второго тайма. Вот сейчас Бьябьяни у меня там убежит. Потому что, ну, а где нападающие все? Я не понял, блин. Один Реми там носится, как угорелый. И никого нету, никто не подключается. Да куда ты даешь, елки-палки? Куда ты так пасы даешь? Так пасы не даются. Ладно, мы Тикитаку, Тикитаку раскатаем сейчас. Ну, елки-палки. У него он как-то отнимает мяча. У меня, видишь, он цепляется за любые отскоки. Это как так надо в защите играть? Что надо нажимать здесь? Смотри, какие пасы проходят. Этого в реальном футболе не может быть. Все, мой уже отнимает мяч. Все, наконец-то, блин. Сработало как надо. О, Вальбуэна побежал по флангу. Но тут его догнать не должны. Здесь навес должен быть четкий. Но локосета. Ну, куда ты локосету-то навешиваешь? Кто тебя учил навешивать? Как бы и на. Ты что творишь? У него вот бья-бьяни очень опасно. У меня здесь мвила. И это, да он, знаешь, он всех обведет просто. О, защитник молодец. Помог. Помог ветерану. Это всегда хорошо. Дебюши. Да, мы сейчас его прессингом в клещи возьмем. Понимаешь? Куда ты там дебюшируешь? Дебюши. Насры, красавец. Поднасрал всем конкретно. Но пасы-то надо давать. Куда ты назад? Это уже по спартакам. По спартаковски, по картински. Да, и пас сейчас был ужас. Процент брака катастрофический у некоторых игроков. Подкаты здесь вообще бесполезно дело. Вот это уже снова по картински сыграем. Побесим немножко наших соперников. Еще и офсайд. Ну куда ты лезешь в офсайд, локосер? Не торопись с этим. Замен пока не было. Ждут тактических сюрпризов. Друга будет. Но, Бальбуэна, почему мимо мид... Почему мне не включают этих игроков? Я не могу понять. В чем проблема? Что сложно включить мне игрока нужного, что ли? Автопереключение это просто катастрофа здесь. Быстрее, Дехея, не в ворота. Дехея, не вернулся, блин, еще в ворота. А мои, как всегда. Тормозят, тупят, все что угодно делают. Ну куда ты, куда ты даешь, блин? Ну неудобный же пас, елки-палки. Что такое? Что такое? Я не понял, я ничего не нажимал. Ну ладно, раз он решил так поступить, я тоже сделаю замены. Локосет выйдет. Настри у меня устал. Мола выйдет. Остальных пока оставлю, потому что... Ну потому что так надо. Да куда ты? От него, что ли, от меня? Замены у меня. Время, время идти в обводку. Ну куда ты идешь? Еще и судья помешал, ты видел? Ты видел, судья помешал. Ну это, это просто кощунственно. Так вмешиваться в игру, это просто непрофессионально. Ну конечно, блин. А все судья за слон поставил, видал? Ну это, это просто двойка. Это, я не могу в это играть. Еще, блин, понимаешь, учат профессионалов, как играть в футбол. Да конечно, празднуйте, празднуйте. Гомосятину тут развели. Ну это не дело, ты судью возьми туда же. Потому что, ну посмотри, здесь защита, это вообще невозможное дело. Кто такую защиту придумал? Это дилетанты, которые по мячу не били. Эту контору EA Sports надо закрывать. Потому что ни одной нормальной игры сделать не могут. Вот это шо это такое? Игра в обороне, игра в обороне не поставлена. Они не умеют... Да вот... Это что? Почему они мне не делают такую игру в обороне? Чтобы они все перехватывали у меня. У меня же все пасы, он знает, все пасы проходят. Почему ты не перехватываешь? Перехватываешь! Это, это... Как... Ну ты, блин, куда? Куда ты дай... Вот куда ты дал им? Отнимай мяч по нормальному. Не, ну это... Это просто... Я не знаю. Что такое? Кто эту игру придумал? Вам руки оторвать за такое управление. Это невозможно в это играть, понимаешь? Это не игра, она не удовольствие доставляет. Да, овать доставляет. Ну. Так потому что никто не играл в рыбецкое. Мне больше, знаешь, в реальности у них мячи бы у всех этих гениев футбольных поотбирать, чем здесь. Потому что здесь это что-то с чем-то. Вот. Вальбуэна! Ну красавец! Я говорил, это игрок высочайшего уровня. Матьё, Вальбуэна. Получил, обыграл, пробил. Здесь нет вопросов. Все его поздравляют, поэтому. Давай, во. Видал, там у них уже Дехея умер. В воротах лежал. А потому что, смотри, это позор для него. Ну, видишь, он коленку подвернул и упал. Во. Но это тоже, видишь, опять игра в защите. Разве дадут тебе в реальной жизни так бить? Ёлки-палки. И еще есть люди, которые, знаешь, на форумах там реализм говорят. Фи-па, блин, понимаешь. Какой реализм, школьники? Ёлки-палки. Здесь этим реализмом даже не пахнет. Вы в футбол выйдете, поиграете, посмотрите, что это за реализм. Это смешно. Такие голы, блин, в жизни никто не забивает. Это, знаешь, ну, может один гол такой залетит. Но здесь настолько перекос в сторону атаки, да, что стыдно, стыдно просто об этом говорить. Ну, нет в жизни такого перекоса в сторону атаки. В жизни в футболе современном перекос явный в сторону оболоны, чтобы вы знали. Ну. А здесь атака, атака, понимаешь, атака, 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 и больше ничего нет. Ну, куда ты даешь? Я давал вообще-то штрафную площадь передачу. Ну, здесь еще и лаги постоянные какие-то, непонятно, соединение. Те, у кого лагает, вообще в эту игру играть не должны. Они должны тренироваться дома, сидеть там с компьютером. Мола, получил передачу. Подавай, аккуратно только. На Бья-Бья-Ни, зачем ты на Бья-Бья-Ни подаешь? Надо было этого, на РМИ подавать. Две минуты, забав. Да куда, куда? И, видишь, опорники не берут назад. Это что такое? Переключи мне другого игрока! Ну, это дилетантство. Полное дилетантство. О, смотри, он не может мяч, отобрать мяч, не может, перехватить мяч, не может. Это что за... Что это такое? Ну, что это? Почему ты в него втыкаешься? В реальном футболе такого нет. Люди не смотрят футбол просто, на просто. Они думают, что там вот так вот все и есть. Школьники же потом они смотрят и тоже думают. Вот, видишь, 2-2 ничья, но по факту Александр Викторович играл лучше, потому что у меня технико-тактических действий на порядок больше. Вот. И это еще что у нас? У нас будет это... Дополнительное время. Ну, сейчас мы в дополнительное время будем задействовать другой фланг, который ближний к нам. Вальгу и на, хорошо, сыграл. Ну, только куда ты сыграл? Куда ты сыграл? Вот вопрос. Никто не поддерживает. Функцию атаки я включать не буду, потому что 3-2 в обороне вообще никому не останется. Это же... Вот куда ты уворачиваешься от мяча, Варан? Там перехват нужен был. Он не делает перехват, потому что он мимо... Мимо мяча бежит. Это... Да елки-палки. Я с этими лагами передачу не могу отдать. Нормально? Нет вообще. Как в это играть можно? Выходи вообще из игры, блин. Если у тебя такие лаги, тормоза. Мне это надо так с тобой играть через паун? Ладно, с тобой, дилетантом, я играю время свое трачу. Еще и с лагами твоими борю. Ну смотри, ну что это такое? У меня так никогда не лагает. У меня все идет плавненько и хорошо. Ну ты куда ты не следишь? Выноси! Наконец-то. Ну так никто не играет в футбол. Слышишь, Черелков бы так в свое время играл бы. Да, у него бы в матче с Динамо Киевом залагало и все. И Спартак бы проиграл. Нормально было бы? Нет, конечно, еще Беско бы сказал. У меня лаги были, я проиграл этот матч по этому. Не было бы такого, потому что Беско у лаги никогда не мешали. У Беско их не было. Реми, завершай, завершай, завершай. Удар нужен в ближний. Вальбу и на, молодец, на фланг играет. На фланг. Здесь смотри, сейчас он пройдет вперед, все. Подавай, бья-бьяни. Все, я не могу. Один навес идет, сейчас. Реми, бей. Вот, хорошо. Так пробил. Хоть подготовились к навесу-то, зачем? Да, ну, с реализацией проблемы. Соединение... Было разорвано. Ну, а шо было разорвано? Это же он виноват, а не я, то шо было разорвано. Ты мне давай победу, елки-палки. У меня-то все в порядке с сетью. У меня еще она с 86-го года. Так, далее. 2-2. Ну, а шо 2-2-то? Шо ты мне 2-2-то даешь? Я победил, значит, раз у него разорвано соединение. И, знаешь, очень плохо, что не получилось выиграть. А какой отчет о матче будет использован? Какой еще отчет о матче для определения победителя? Тут мне все и все. А то, блин, отчет о матче, понимаешь, будет использован. Ладно, друзья, спасибо за просмотр. Будем разбираться, будем копить на Вальбуину. Будем искать, знаешь, возможности для усиления атаки. Ну, я думаю, что у меня вот 41 тысяча монет. Я пока все-то, знаете, не хочу на одного Вальбуину. Ой, на одного Пагбу. Я на Пагбу же такую, да. Так что, увидимся в следующих сериях. И, знаете, футбол настоящий. А вот это, знаешь, это я так для развлекухи просто играю. Удачи вам и до свидания.